МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Кубань-24 продолжает программа на стороне закона. В ближайшие несколько минут расскажем о происшествиях в крае. Меня зовут Вячеслав Ширяев. Здравствуйте. На столе евро, доллары, рубли и шкатулка с ювелирными изделиями. В доме экс-начальницы Краснодарского отдела Роспотребнадзора продолжаются обыски. Сотрудники УФСБ совместно с краевым СК и полицией нагрянули накануне. Искали 150 тысяч рублей. Такую взятку получила женщина, а нашли в десятки раз больше. В рамках возбужденного уголовного дела по факту получения взятки должностным лицом были проведены обыски в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и у некоторых сотрудников. В ходе проведения обысков были обнаружены изъяты денежные средства, предметы и ценности, которые будут иметь значение для уголовного дела. Эти кадры оперативной съемки – эксклюзив для нашей программы. Стол покрытый стопками из разноцветных купюр, всего лишь малая часть изъятого. Из сейфа женщины достали не просто шкатулочку, а целый ящик ювелирки, золотые кольца, серьги и браслеты правоохранители считали пакетами. Параллельно обыск шел и у других сотрудников Роспотребнадзора. По данным следствия, женщина в служебном кабинете получила взятку в размере 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за непринятие меры реагирования при проверке данного предприятия на предмет соблюдения требований законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм. В рамках обысковых мероприятий в квартире подозреваемой обнаружены денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более 11 миллионов рублей. Оперативники посетили и другие адреса, плюс многих сотрудников вызвали на допрос. Их слова тоже сыграют весомую роль в уголовном деле о взятке. Сейчас его расследование находится на контроле у правоохранительных органов. Точный результат почти мгновенно. В технологическом арсенале сотрудников Краснодарского ГИБДД появился новый измерительный датчик. Прибор только слегка напоминает пистолет для недобросовестных водителей. На самом деле он запрограммирован на проверку светоотражающего покрытия. Сегодня проводилось мероприятие по выявлению уровня светоотражающей поверхности дорожных знаков, расположенных на территории города Краснодара. Прибор для измерения светоотражения дорожных знаков называется ретро-рефлектометр. Данный прибор находится единственным экземпляром на территории Краснодарского края. Достаточно навести прицел на дорожный знак или разметку, и сканер покажет качество светоотражения в процентах. После правоохранители эти цифры сверяют с регламентом. Все некачественные поверхности ждет замена. В Сочи дорожные инспекторы несут службу вблизи пешеходных переходов, а в городе продолжается операция пешеход. В эти дни зоркий глаз правоохранителей направлен в сторону перебежчиков в неположенном месте. Именно по их вине за последние два месяца на дорогах города произошло 10 ДТП. Поэтому водителям нужно быть предельно внимательными. Уважаемые водители, напоминаю, что приближаясь к пешеходному переходу, необходимо снизить скорость и уступить дорогу пешеходам, переходящим или вступившим на проезжую часть. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилась или снизила скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. И только убедившись, что на пешеходном переходе нет людей, продолжат движение. Но не стоит забывать правила перехода через дорогу и самим пешеходам, особенно если рядом дети. Именно пример поведения на проезжей части взрослого человека надолго отложится в памяти ребенка. Сегодня мы с вами узнаем, каким эпизодом службы гордится участковый уполномоченный полиции ОМВД Абинского района Дмитрий Калита. Возможно, тогда его просто похвалили за хорошую службу. За недавнее же вызволение человека из ледяной воды он представлен к медали «За смелость во имя спасения». Когда я был действительно искренне за себя рад, потому что это не был, конечно, моим первым рабочим днем, относительно я был еще молодым сотрудником. Это когда мне удалось найти без вести пропавшую. По стечению уже ни дня, ни двух, ни десяти дней, ни порядка месяца, я уже не помню. Когда мне удалось найти, конечно, я был за себя рад тогда очень сильно. Таким путем, каким мы ее нашли тогда. Там была как бы обоюдная, то есть была совместная работа. За тот случай действительно, с учетом того, что она являлась на тот момент несовершеннолетней, свое местонахождение умышленно вскрывала, то есть уже резонансный характер происшествия под собой подразумевала. И, конечно, я был рад, когда я ее нашел. Для меня это был такой мой внутренний такой подвиг, конечно. А можно об этом немного подробнее? Да, у нас, то есть ушла в самовольный уход, сделала несовершеннолетняя. Убежала из дома? Убежала из дома, да. И на протяжении нескольких недель местонахождение ее установлено не было. Проводилась естественная работа, проводились мероприятия, направленные на установление несовершеннолетней. После чего в один из дней мне поступил звонок, что такая-то передвигается на общественном транспорте, на автобусе, в сторону трассы. И мы, к моему счастью, я тогда находился в райотделе нашем. И мы экстренно выехали, перегородили путь. Я зашел в автобус, обнаружил данную пропащую, да, и по месту следования ее доставили мы. То есть, конечно, вот это я запомнил. Не знаю почему, но это я запомнил. Такой случай, потому что сам логика событий предшествовала, что, во-первых, несовершеннолетняя, и то, что столько времени нет. И, конечно, уже все обеспокоились. Тут мне повезло, конечно, что так все вышло. Насколько я понимаю, она вообще собиралась в Краснодар какой-то ехать. Проблематично было бы здесь ее найти в дальнейшем. Ну, это один из таких вот. Скажите, случай вообще вот сам по себе, он какую роль играет, допустим, в расследовании или вообще в оперативной работе? Вот именно случай. Это же действительно вот то, что вы сейчас рассказали, это просто кто-то его видел и все. Да, ну я вот, как говорится, на бога надеясь, да, сам. Естественно, случай, я думаю, если ты работал, если ты старался, если ты к этому шел, то, возможно, и тебе какой-то, так можно сказать, фарт, какой-то случай тоже улыбнется и поможет тебе, подтолкнет. Конечно, случай, конечно, огромную роль играет. Огромную роль. Но, опять же, должна быть, наверное, какая-то база. Просто так, на ровном месте сложно подобрать случай. Я думаю, должна быть уже какая-то база. И в совокупности это срабатывает, как правило. Теперь их связывает нечто большее. Сегодня утром в районе поселка Индустриальное в Лобовой сошлись два одинаковых автомобиля одной транспортной службы. При объезде стоящего транспорта один заводитель выехал на встречную полосу, где и встретился с коллегой по работе. В результате пострадал пассажир одного из перевозчиков. О других дорожно-транспортных происшествиях в Краевом центре далее в программе. Как минимум у двоих человек день был испорчен с самого утра. Улица Дзержинского заполнена автомобилем. Их владельцы медленно, но верно едут по делам. Стоящим в левом ряду предстоит несложный маневр на улицу Грибоедова. Дождавшись удобного момента, две иномарки поворачивают практически одновременно. За ними пытается успеть рулевой темного немца. Но, к сожалению, ему не хватило какой-то секунды, чтобы покинуть пересечение дорог. Удар от легковушки, двигавшийся во встречном направлении, приходится в правое заднее крыло. После столкновения водители осмотрели повреждения и без лишних обсуждений пригласили на место ДТП дорожных рефери. Те, в свою очередь, не заставили себя долго ждать и прибыли через 20 минут. Примерно такое же по характеру происшествие было зафиксировано на улице Красных партизан. Стоящий в правом ряду грузовичок осложняет проезд для других участников движения. Объехав препятствие, в кадре появляется белый седан, водитель которого, почувствовав свободу, смело жмет на акселератор. Это его и подвело. Ведь в этот момент другие автовладельцы пропускали поворачивающую иномарку. Удар оказался не сильным. У автомобиля коммерческого перевозчика минимальное повреждение. Даже рамка госномера на месте. Зато сам рулевой явно на взводе. Когда страсти поутихли, участники мелкой аварии достигли соглашения прямо на месте. И напоследок авария, которая попала в объектив камеры единой дорожной диспетчерской службы на перекрестке Северной и Садовой. Неработающие светофоры отключили память о правилах дорожного движения у водителя белого седана. Он, не обращая внимания на то, что Северная на данном участке является второстепенной, не пропустил черный внедорожник. В результате большая машина прижалась к маленькой, нанеся ей небольшие повреждения, а ее владельцу глубокую душевную рану. В один миг проезжая часть из трехполосной превращается в одну, что достаточно серьезно затрудняет проезд. И такая ситуация продлилась два часа, пока до места аварии добирались правоохранители. День рождения – это всегда повод вспомнить самые яркие моменты, подвести итоги и построить планы на будущее. Накануне Дня Росгвардии мы постараемся сделать это вместе с сотрудниками. О структурном подразделении МВД вчера и сегодня в сюжете Александры Шпаковой. Первым создателем военизированного органа правопорядка стал царь всея Руси Иван Васильевич Грозный. Назывался он «Оприч». Верноподданные царя в разы уменьшили казнократство, успешно раскрывали антигосударственные заговоры, уменьшили боярский произвол. Их прямым преемником стала внутренняя стража, сформированная по личному указу императора Александра I. Внутренняя стража занималась охраной гражданского населения от преступников и террористов. Названия внутренних войск еще не раз будут меняться в соответствии с причудливыми и роковыми перипетиями истории. Но суть останется неизменной. Борьба со злом во всех его проявлениях, защита от слабых вне зависимости от масштабов риска для собственной жизни, готовность к подвигу каждый день. В 2016 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о создании федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Так появилась Росгвардия. Кубанская столица давно стала культурным и экономическим центром Юга России. Каждый день здесь проходят масштабные мероприятия, а за безопасность отвечают все те же гвардейцы. Ежесуточно более 170 экипажей вне ведомственной охраны заступают на маршруты патрулирования. В круглосуточном режиме они патрулируют улицы населенных пунктов в Краснодарском крае, пресекают преступления, административные правонарушения, обеспечивают охрану общественного порядка и осуществляют реагирование на сигналы тревог из охраняемых объектов. Если при слове «Росгвардия» вы представляете сильных и спортивных мужчин, то правы только отчасти. Среди них есть изящные, но не менее отважные барышни. Татьяна еще в детстве куклам предпочитала игрушечные пистолеты и машинки. Ей удалось сочетать свои профессии и журналистику, и правоохранительную деятельность. Так получилось, что мне нравилась профессия и журналисты, и хотела я в будущем связать свою деятельность с правоохранительной направленностью. Поступила в университет и определилась с факультетом, это связи с общественностью были. В любом участке было обращение, обнаживаем предмет, конструктивно схожий с боеприпасом в времен Великой Отечественной войны. Нашей съемочной группе повезло. Прямо во время интервью пришла оперативная информация о подозрительной находке, и мы отправились на место. Это уникальные кадры с места обнаружения и уничтожения снарядов времен Великой Отечественной войны. И это только один эпизод из будней Росгвардейцев. За минувший год сотрудниками Национальной гвардии задержано около 400 граждан по подозрению в совершении преступлений и административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято 38 единиц огнестрельного оружия, более 10 килограммов наркотических средств, 293 игровых автомата, денежных средств на общую сумму 60 миллионов рублей. Александра Шпакова, Нила Ракша. На стороне закона. В канун профессионального праздника хочется поблагодарить отважных ребят за их нелегкую службу, пожелать крепкого здоровья и как можно больше сознательных граждан. На сегодня это все. Спокойных вам выходных. Увидимся в понедельник.